Всегда на Руси чтили силу богатырскую и прославляли ее в сказаниях и песнях. Кто из богатырей силой отличается, кто мудростью, кто храбростью. А кто-то просто делами добрыми да поступками. Добрыня – богатырь выборгский. Сердце у него доброе, а душа открытая. Кто о помощи его попросит, тот от него помощь и получит. В доброте, отзывчивости и была его сила. Жил он много веков назад в славном граде Выборг. Как знать, а может и сейчас живет. Никому не показывается, но добротой сердца людей наполняет. А вы знаете, чем отличается добро от доброты? Добром называют все хорошее, достойные помыслы и не менее достойные поступки. Доброта же – это душевное качество человека, заключающееся в умении сострадать и проявлять милосердие по отношению к ближнему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Любовь – это прекрасное чувство, и оно очень важно. И любовь бывает разная, да, и между мужчиной и женщиной, и также мать и дитя. Наш ресторан проводит много мероприятий, такие как свадьба. И мы видим много эмоций, и слез от счастья, и любовь, и счастья. И мы очень рады, что в этот прекрасный день, день любви, семьи и верности, нас посещают влюбленные пары, где хотят оставить какую-то частичку воспоминаний в нашем ресторане. Наш ресторан вместе с Добрыней решил преподнести такой подарок для влюбленных – ужин в нашем ресторане. Наш коллектив будет радоваться, приветствовать. Пожалуйста, приходите. Любовь – такое всеобъемлющее чувство, что ей все возрасты покорны. Великолепный подарок нам преподнесли – романтический ужин в таком шикарном месте. Добрыня сеет добро, помогает тем, кто нуждается в помощи. Очень теплая, сердечная передача. Мы виделись, наверное, 4 года, 4, наверное, 4 точно. Тоже хотел найти счастье свое, чтобы было, как говорится, семья, дом, все. Ну, все-таки жить одному или одной – это очень тяжело в наше время. Я очень давно хотела встретить Рустама. Я знаю, что у него есть автомобиль. И он случайно поехал на автобусе, на котором возвращалась я из Выборга. Он никак не мог быть в этом автобусе, потому что у него свой автомобиль. Ну, судьба, как говорится. Ну, месяц-полтора, наверное, прошло. Мы не виделись вообще. Вот в автобусе один раз вместе поехали и больше не виделись. Мы сегодня первое встретились после того автобуса. Ну, Бог даст. Все нормально будет, все, значит, хорошо. Благословите. Ребята, верьте в чудеса. Доверьтесь миру. Не бойтесь ветроперемен. Будьте как дети, которые верят в чудеса и Деда Мороза. Кто еще одинок, не сомневайтесь. Вы обязательно встретите свою половинку. Иначе и быть не может. Ладная, да многодетная семья – это национальная идея нашей страны. Дорогой Добрыня. Я хочу, чтобы все люди узнали о моих родителях, о нашей семье. Так случилось, что когда-то я потерял всех родных и оказался в детском доме. Но сейчас у меня есть самый лучший на свете брат Коля. Лучшая мама и папа, лучшая бабушка. Мне кажется, подарить любовь могут по-настоящему добрые люди. И теперь все они – моя семья. Я в этой семье уже четыре года. Мне очень здесь нравится. Коля умеет еще картошку там готовить, пюре. Вот, а я только яичница пока что. Коля вроде бы, ну, строгий, конечно, иногда, иногда милый. Веселый очень, слишком веселый. Ну, и улыбается. Маме обычно, она у нас в комнате убирается, мы ей помогаем. Вот это. Ругается, конечно, да, потому что бардак наводим. Бабушке помогаем там. Иногда это с бабушкой всем ужин делаем. Один раз мы это рано встали с Колей и сделали это родителям яичницу. Мы просто поняли, что... Взаимосвязь наша есть между собой. И мы решили, ну, что будет, Коле. Скучно одному. Будем расширяться. Потом мы подумали, что, в принципе, мы можем еще кого-то вот осчастливить, да? Как бы уже ребенка второго поздно было. И порой себе, естественно, это как-то обоюдно все это вышло в голове просто. Внезапно проснулось. И пришли к этому решению. Мы подали заявление, что мы хотим быть приемными родителями. Нас пригласили в... Тамара Михайловна пригласила в Калинино в детский дом. И Руслана, значит, вот нам показали и стали давать в гостевую семью. То есть мы его привозили в каждые выходные, а потом увозили. И с каждым разом все тяжелее и тяжелее это становилось. Увозить. Она была адаптация, но она плавно прошла. Она так, в легкой форме. И у Коли была тоже адаптация. Я не могу сказать, что вот прям все идеально. Нет, нет, нет. Просто бывало вот так, что я замечаю, ага, настроение немножко не то. Начинаю разговаривать. Все, появляется настроение. Просто с детьми нужно разговаривать. При общении с детьми всегда нужно вспоминать, что мы тоже были детьми. Я работаю в школе, в Каменской. Вот, я преподаю историю, общество знаний и финский язык. У нас такие добрые родители, что они у нас даже жалеют животных. Мухтара взяли, это мотю взяли, кошек это взяли. Мухтар был в 30-ти градусную жару на мосту привязан. Родителям сказали, что там щенок привязан. Родителям было жалко Мухтара, и они его взяли. Нельзя говорить ребенку, если решились взять. Да, берите. У вас государство наше, оно дает время. Это время, гостевая семья. Присмотритесь и задайте себе вопрос, а смогу я полюбить этого ребенка? Если душа говорит, что нет, оставлять нельзя. Нельзя оставлять, потому что если ребенка не любить, он очень это чувствует, он очень ощущает. Самое главное для ребенка – это любовь. Это не подарки, это не игрушки, это не телефоны. Самое главное – это любовь. Нет любви – ты не воспитаешь человека, такого, какого ты бы хотел воспитать. А это мама в детстве. А это его мама родная, вот она в детстве. Мы нашли и сделали портреты, чтобы он их не забывал. Дружная семья, в общем-то, очень дружная. Невеска моя, сын, два внука. Русик у нас вообще молодец. Редко таких ребят встретишь. А он тут же к нам в коллектив влился. Вот как бы то он у нас и был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для граждан хочется сказать, что если вы хотите взять ребенка в семью, какие же рекомендации? Ну, первое. Если вы уже зашли на сайт, дети ждут и нашли ребеночка. Выбрали, то мы предлагаем сначала обратиться к нам. Органы опеки и попечительства. Специалисты проконсультируют вас, какой пакет документов нужно собрать. Мы расскажем про формы семейного устройства, потому что разные. Нужен пакет документов для той или иной формы семейного устройства. Потом обязательно нужно написать заявление на школу приемных родителей. Потому что в законодательстве обязательно, чтобы каждый кандидат, который гражданин станет у нас кандидатом в усыновителей, приемные родители, прошел в школу приемных родителей. В нашем центре реализуются разные программы, разные технологии. И хотелось бы раскрыть некоторые из них, чтобы жители города Выборга узнали о тех мерах социальной поддержки, которые они могут у нас получить. Если женщина с детьми подверглась насилию, причем неважно, физическое это насилие, психологическое, экономическое или сексуальное, она может обратиться в наш центр по телефону 29330. Сотрудники центра оказывают ей психологическую, правовую, консультативную помощь. Наш центр взаимодействует с кризисными центрами, которые предоставляют временное проживание для данных женщин с детьми. Данная помощь бесплатна и полностью анонимна. Еще одной технологией, которая реализуется в нашем центре, является профилактика социального поведения в детской среде. Данная технология рассчитана на несовершеннолетних с 7 до 18 лет, то есть для тех трудных подростков, которые состоят на различных видах учета, КДН, ОДН или даже просто на нашешкольном учете. С такими подростками работает педагог-психолог, социальный педагог. Целью данной технологии является максимально успешная адаптация трудных подростков в социуме, оказание помощи их родителям, в том числе консультативной помощи. Мы с подружкой живем в Ленинградской области и сейчас для вас споем мы про наши новости. Неужели? В самом деле. Это правда? Да, да, да. Мы поведаем, подружка, про насущие дела. Городов в Ленинградской области, скажу, вам очень много. Выбор наш туристами, братов-то, на дорогах. Неужели в самом деле быть не может? Да, да, да. В старом городе гулять не сможешь без труда. Замок Паркутман, Рыбочий, Савая башня. Для туристов есть простор, непаханная башня. Неужели? В самом деле. Вот так приключением. Каблуки туристов сносят, вот и все мучения. Неужели? Красная площадь есть у нас, живем хоть на границе. Сразу видно, Выборг наш практически столица. Неужели? В самом деле. И подумай, это так. На вопрос у нас об этом здесь ответит каждый так. В фестивале круглый год спектакли и концерты. Только успевай ходить, бери абонементы. Неужели? В самом деле. Да это просьба, чепуха. Посмотрелись от афиши. Посмотрела вот тогда. А я в Выборге живу, кредит, в Выборге жую. Очень вкусен кредит тот, так и бросится мне в рот. Неужели? В самом деле. Как твоя диета? Будет видно по фигуре в середине лета. В магазинах побывать просто удовольствие. Полочки полны, полно проблем нет с продовольствием. Неужели? В самом деле. Слышала про санкции? В голову пускай ломают США и Франция. В нашей области родной любят все трудиться. И поэтому про нас знают и столицы. Неужели в самом деле может быть прошел здесь слух? Это правда достоверно. Не считай по другому. С юбилеем поздравляем область Ленинградскую. С процветания желаем много сил и радости. Здесь не дадим сомневаться. Верны мы идем путем. Если у вас есть мечта или вы знаете, о чем мечтают ваши близкие, друзья и знакомые, пишите нам. Если вы хотите рассказать о добром человеке, выразить свою благодарность, мы ждем ваших историй. Ставьте хэштеги в социальных сетях. Пишите нам или приносите свои письма. И помните, чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова